140 казахстанских туристов уже вторые сутки находятся в аэропорту Бодрума. В компании Гульнар Тур, которая отправила их, говорят, что проблему скоро решат. И сегодня же на побои в офисе этой компании пожаловался алматинец, который хотел потребовать возврата своих денег. Дилимурат Муталипов продолжит тему. Скандалы для фирмы Гульнар Тур стали чуть ли не визитной карточкой компании. Туристический сезон в апреле открылся проблемой. 200 туристов на сутки застряли в аэропорту Алматы. Не было разрешения на турецкий чартер. В общем, как лодка тронулась, так она и поплывет. Буквально в начале июня в Атырау 60 человек не смогли вовремя вылететь на отдых. По словам туроператора, подвела компания JetLine. Самолет не вылетел из Анталии. На этот раз инцидент куда масштабней. Сейчас 140 казахстанских туристов ожидают чартер в турецком городе Бодрум. За свой счет покупают еду и обеспечивают себя ночлегом. Нам обещали, например, Гульнар Тур подтвердил, что все-таки наши клиенты не нам оплатят, но они так и не оплатили. Нам пришлось платить наличными. Сегодня всех привезли, утром в отеле собрали, привезли сюда, в аэропорт Бодрума, в Нилан. И мы ждем. Приехал турецкий партнер, находится представитель турецкого партнера Гульнар Тур. Говорит, что ничего Гульнар Тур не предупредимы о том, что самолеты не будут. Но на счетах такая, что самолета нет. Когда он появится и уйти к Гульнар Тур, вообще неизвестно. По словам представителя турецкой компании, телефонный Гульнар Тур не отвечает. Пока телефоны туроператора молчали, в Алматинский головной офис наведался возмущенный горожанин. Он требовал вернуть ему средства, потраченные на покупку путевки тот же Бодрум. Так как компании заявили, что на курорт его с семьей доставят, а обратно он полетит за свой счет. Рейсом другой компании. У Гульнар Тура мест для Калиевых не нашлось. Такой расклад дел, естественно, туристу не понравился. Мы сидели в его кабинете, разговаривали, нормально все вроде. Потом вдруг начал говорить, я тебе ничего не должен и возвращать я тебе ничего не буду. Я тебе верну те деньги, которые ты заплатил Гульнар Туру, а остальные деньги, вот эту разницу, где хочешь, ты ищи. Я говорю, ну ты пойми меня правильно, я уже за гостиницу заплатил. Где я вот эти 105 тысяч со своего кармана теперь буду? Это же вы отменили самолет, а не я. А он говорит, нет, выйди вон, потом из-под стола достал бейсбольную биту. Я один раз махнул ей, я успел увернуться один раз. В турфирме заявили, что мужчина спровоцировал драку. К тому же проблем в их работе никакой нет. Просто происходят фосмажорные обстоятельства. Самолет, выполняя рейс, попал под град. Это уже давно? Да. Естественно, из-за этого, да, я понимаю, давно, но самолетов, вы сами знаете, в Казахстане не так много. Произошла сдвижка рейсов. И первого числа, когда он собирается вылетать, произошло изменение расписания, то есть времени вылета. Но не произошло там ни отмены, ему никто ни в чем не отказывал. Но, естественно, произошло изменение расписания, его это не устраивает. Обстоятельствами этого конфликта сейчас занимаются в ДВД города. Что касается туристов, застрявших бодрыми, то в турагентстве заверили, что в ближайшее время доставят домой и выплатят компенсации за неудобства. Стоит отметить, турфирма только за этот год уже три раза подводит своих клиентов. А ведь сезон отдыха только начался. Деремат Муталипов, Рашидин Якупов, телеканал Алматы.